Я не могу сказать, что есть какая-то там паника, этого нет, просто действительно такая очень сильная нервозность, мне постоянно звонят друзья, знакомые, спрашивают, что происходит, что делать, там, верю я или не верю в нападение, я им говорю, что не верю в это нападение, но это же вопрос, верю, не верю, это вероятность, никто же не знает, что там в голове у российского президента, да, и насколько он сошел с ума. Каждый извлекает свою выгоду, я считаю, все политики, к сожалению, всегда на войне извлекают только плюсы, обычно страдают простые граждане, но самого Путина внутри России лишний раз укрепляется образ сильного лидера, дополнительная иллюстрация его постоянного тезиса о том, что Россия живет в обстановке осажденной крепости, что вокруг агрессивные враги, и что он, соответственно, главный защитник. Имидж, я считаю, выиграет, потому что, ну, дополнительная такая встряска всех на Западе о том, что вот маленьких бьют, слабых обижают, им всегда симпатизируют, и я это вижу, пока что вернулся из Вашингтона, это видно, что происходит, и простых людей, в кафе заходишь, то есть слышат акцент из Украины, да, значит, там хлопают по плечам, очень за это благодарны простым американским гражданам. А экономика это совсем другое, и, конечно, ущерб инвестиционному климату нанесен огромный, я не знаю, сколько времени потребуется, когда весь этот мрак рассеется, сколько времени он будет восстанавливаться, потому что ложечки, я уверен, найдутся, а вот такой осадочек, он останется о том, что страна стояла на грани войны, и, ну, допустим, сейчас ее избежали, но в следующий раз, может быть, и не избежим, и это то, что любой инвестор будет у себя все время прокручивать в голове. Я, в общем, скорее благодарен Западу, что, наконец, появилась какая-то окончательная дата, потому что, если в эту дату ничего не произойдет, а я думаю, что в нее ничего не произойдет, то как бы можно и выдохнуть, и, наконец, возвращаться к нормальной жизни. Хуже всего, когда эта угроза будет висеть бесконечно, до этого там звучало, что это может продлиться там до конца марта, там до наступления окончательного там весенней распутицы, простые граждане понимают, что им бежать некуда, и надо обороняться, а среди элит есть люди, которые уезжают, ну, по крайней мере, там семьи эвакуируют, но есть и те, которые сами уехали. Очень интересно, что некоторые, кто там клялся на патриотизме, да, то есть оказались здесь в первых рядах, но тем интереснее, потому что мы всех запоминаем, записываем. Я, естественно, никуда бежать не буду, буду обороняться. Я лично не считаю, что это война украинцев и русских, так же, как я не считаю, что Великое Отечественное, это была война русских и немцев, да, Великое Отечественное, вообще Вторая мировая война, это была мировая война с фашизмом, ну, сейчас у нас война с путинизмом, поэтому необходимо это победить, это зло. Субтитры создавал DimaTorzok